Добрый день, салон красоты, администратор Ольга. Для того, чтобы открыться, надо было передать в Министерство сельского хозяйства и продовольствия и в администрацию Денисова ряд документов. Это уведомление о готовности предприятия, это разработанный специальный стандарт, регулирующий деятельность нашей организации. Все документы собраны, теперь обязательное условие – отдельный вход с улицы. На дверях информационные наклейки. Строго в масках и перчатках. Очереди не создавать. Посетителей записывать в определенное время. Теперь в салонах бытует профессиональная шутка. Вы хирург? Нет, я ваш парикмахер. Но амуниция даст фору стерильной хирургии. Своего мастера узнать сложно. Халат, перчатки и маска, шапочка и защитное стекло. За работой следит контролер. Его рабочий день начинается задолго до открытия салона. Опознать очень просто. В его гардеробе должно быть что-то красное. В этом салоне эту миссию выполняет директор Ольга. Каждый, кто переступает порог, говорит, как мы счастливы вас видеть, как мы счастливы вас слышать по телефону, как мы соскучились. В ее обязанности входит заполнять журналы тоже по новым стандартам. Например, журнал стерилизации и расхода средств дезинсекции. На входе отдельный стол для средств. Ольга в индустрии красоты уже более 10 лет. За это время текучки кадров не было. В штате 10 сотрудников. Никого за вынужденный простой не потеряли. Даже клиентов. Ольга признается, это была проверка на верность. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова.